Оп, привет! Мы в Москве, точнее я и Юля. Сейчас у нас будет не только серии про путешествия, и там Африку, какие-то дикие места, но немножко о нашей жизни. И сейчас мы едем на другой конец Москвы. У нас будет небольшая коллаборация с каналом Джона и Евы. Тоже путешественники, офигенно крутые. Привет, это канал Джона и Ева. Продолжаем нашу кругосветку. Мы уже проехали 31 страну автостопом. Теперь мы катаемся на машине по США. И сегодня мы въезжаем в Канаду. Они сделали кругосветку. Сейчас поедем с ними поговорим. Тачку мы свою продали давным-давно. Сейчас ездим на каршеринге, либо на такси. Реклама каршеринга, либо такси. Вообще каршеринг крутая тема. Мы чаще всего пользуемся Яндексом. Вот, например, Skoda Rapid стоит 5 рублей минута. Это не реклама, просто реально чаще всего пользуемся Яндексом. Ну, понятно, что там есть тарифная сетка. Это чаще всего даже дешевле, чем такси. Мы за час доедем, 5 рублей минута, 300 рублей. Вот, 300 рублей на другой конец Москвы. Ребят, Skoda Rapid ни разу на ней ездил. Пробег у нее 1300 километров. Новенькая. Мы пока едем, заодно покажем вам Москву. Может, не все же мои подписчики из Москвы. Может быть, не все даже были в Москве. Но могу сказать, что Москва красивый город однозначно. Наверное, один из самых инфраструктурно развитых городов России, в которых я был. Ну, не один из, а самый развитый из тех, в которых я был. Москва красивая. Столько денег вбухивают то, чтобы там всякие деревья, цветочки, газончики, там, плитка. Так что москвичам вообще грех жаловаться на то, что им что-то не нравится. Они могут пожить в любом другом городе на выбор, и потом что-нибудь скажут про Москву. Да? Не москвичи. Поддержите меня. Что вы думаете об этом? Джон из Канады, а Ева из России. Они проехали кругосветку вокруг всей Земли. Посетили кучу стран. Сколько вы стран посетили во время этой поездки? 33. 33 страны. Вот. Блин, это очень круто. То есть вы побывали практически на всех континентах, кроме Австралии. Ну, и Антарктида. Как давно ты живешь в России? Около двух лет в общей сложности. И два года на Украине жил? Да. Понятно. И плюс четыре месяца я преподавал английский в Воронеже, плюс три месяца учился. Что первое самое странное было для тебя в России? Вот ты приехал и такой думаешь, блин, ну, Манька, как они вообще так живут, как они так делают, почему? Поначалу я жил в Воронеже с бабушей, которая вообще не говорила по-английски. Мы просто вдвоем жили, там ничего не работало, стиральная машинка, по-моему, была. Да, она не работала. Телефона не было. Ну, хорошо, что холодильник был. Интернета, естественно, не было. Джон приехал как волонтер в Воронеж, то есть ему предоставили жилье. Я жил на грунтовой дороге, как бы, там была куча бродящих собак, как-то вообще, как бы, нет бродящих собак в Канаде, где я жил, по крайней мере. И я слышу, что играет, там, MC Hammer, по-моему. И у всех, то, что называют, не у всех, но у многих было то, что мы называем, как это называется, когда волосы по длиннее сзади, а короткие спереди. Муллет на английском называется. Вот такая прическа. И это, как бы, тоже, не знаю, с 90-х или с 80-х, как бы, никто так не носит в Канаде, ну, тогда. И я просто думал, вообще, куда я попал, там. Один раз вот такой яркий момент был, что мы едем в маршрутке, столько аварий было, я никогда не видел столько аварий, но, и что мы просто выезжаем навстречу, всякие такие моменты, и там, что зимой дорога просто превращается в лёд. И водители маршрута так круто водят, что они тормозят, и ты видишь, что колеса не крутятся, но они скользят метров, не знаю, 15 до остановки, и прямо ровно остановятся. Это просто, не знаю, искусство какое-то, вообще молодцы. И они так же, как бы, ну, отъезжают с трудом. И вот один яркий момент был, что мы остановились, и там эти кондукторы называют, когда человек, который просто деньги собирает в маршрутке. Тоже немножко странная профессия, у нас таких вроде тоже нет, но останавливаемся, и этот кондуктор выходит и покупает две банки пива, и передаёт одну банку водителю. И он пьёт пиво и курит во время езды. И это как бы... Это деньги, которые он только что собрал. Наверное, да. И просто это не... это нельзя представить в Франаде, и может быть так уже не делают в Воронеже, я не знаю. Кстати, если кто-то из вас там из Воронежа или из каких-то тоже не очень больших городов, напишите вот то, что вот рассказал Джон, сейчас у вас как, так же или не так же? А, вот рюкзаки, например, вот все говорят, что они сразу понимают, что мы иностранцы. Мы носили рюкзаки, и взрослые люди в регионах тогда никто не носил рюкзаки. Это как бы дети только носят. Может быть, в Москве чуть-чуть носили уже. Но тогда, да, все говорили, типа, вот культурный момент, что в России взрослые люди не носят рюкзаки, только там на плечо, сумку или что-то такое. И в джинсах, как бы, они говорили, что через дорогу мы можем видеть, что вы иностранцы, и все понимают. Ну, раз уж зашла речь про Москву, давайте вам в двух словах расскажу. По статистике средняя зарплата в Москве 60 тысяч рублей. Вот для примера, я видел, там, допустим, в магазине часто висит объявление о наборе продавцов. Продавец получает, наверное, 35-42 тысячи рублей. Какая-нибудь начальная позиция, я думаю, 1045 рублей зарплата. Если там какой-нибудь уже более-менее какой-нибудь специалист, то я думаю, 1070-80 будет зарплата у офисного работника. Ну, и, соответственно, чем дальше, тем выше. У менеджеров, которые руководящие должности занимают, у них, я думаю, где-то 120-180 тысяч. Ну, и так далее, идет дальше до бесконечности. Вот, Москва в целом дешевле, чем регионы. Дешевле в плане продуктов питания, дешевле в плане одежды, бензин немножко дешевле. Все дешевле, потому что чаще всего все в регионы везется через Москву. Единственное, что дороже, это недвижимость. То есть, недвижимость в Москве очень дорогая. Если снимать самую какую-нибудь, взять самый дешевый вариант, это примерно будет, наверное, 1040. Где-то за МКАДом до центра города вы будете ехать примерно часа полтора в одну сторону. То есть, соответственно, это будет очень далеко. Вы будете в день тратить 3 часа своего времени только на дорогу. Ну, и опять же, не забывайте, что это не просто вы сели и поехали. Таких, как вы, будет несколько миллионов. Бывают случаи, когда там в метро не в каждый поезд можешь войти, который пришел, потому что куча народу, у тебя просто не получается зайти туда. Нет места в маршрутке, она не останавливается, там, если ты на маршрутке ешь и так далее. То есть, чем дальше ты живешь, тем дольше времени тратишь на дорогу. Ну, экономишь, соответственно, на аренде этого жилья. Если брать где-то в Москве, то, мне кажется, наверное, тысяч от 50 начинается аренда, как думаешь, Юль? Ну, да. Да, ну, там можно, конечно, какие-то варианты найти. Бабушкинский. Ну, да, бабушкинский ремонт, бабушкинская квартира будет. Наверное, может быть, тысяч за 40 где-то далеко от метро можно найти. В Москве вообще все строится вокруг метро. Вы можете жить в Москве, ну, в рамках МКАДа, но у вас до метро будет полчаса на автобусе и, как бы, разницы нет. Поэтому все, как бы, все кучкуется вокруг станции метро. И метро это самая главная движущая сила, самый главный транспорт в Москве. Если далеко от метро, то будет стоить дешево. И не верьте на сайтах всяких там, ну, самые популярные сайты аренды там, cian.ru, домофонд и так далее. Там очень много мошенников, которые вам говорят, что, типа, там, сейчас за 25, за 30 я вам сдам, все есть. По факту просто, ну, это обманщики разного, рода обманщики, короче. Таких цен не бывает, либо, если по-хорошему знакомым, каким-то можете найти. Это все про однушку я говорил. Скажите, вообще, почему вы решили поехать именно в кругосветку? Тем более, автостопом еще я не искал. У них кругосветка, они практически всю или всю? Да, почти все. До США мы автостопом. А автостопом проехали? Когда ты уже в стране, то вот и так, как бы, легко и просто, просто поехать в следующую страну. И как-то так, примерно, наша идея развивалась. Если ты летаешь, вот, там, Москва, Китай, обратно в Москву, потом в Вьетнам, Москва, Камбоджа, Москва, это очень дорого и очень, ну, в основном дорого. Но когда ты уже в Вьетнаме, Камбоджа, ты прямо так рядом, ты можешь там дойти за пару дней. Мы подумали, если мы уже там, то, может быть, мы туда поедем. И вот так вот идея выросла. То есть это постепенно, постепенно, вы просто, вы даже не планировали сначала как кругосветку? Мы думали сначала год, и мы думали типа кругосветку делать. Мы подумали, что, блин, год мало, ну, и год мало, и мы приедем к зиме в Канаду, и это не очень весело. И мы подумали, лучше полтора, чтобы там быть в более теплых местах зимой. Потом мы подумали, посчитали все страны, подумали, блин, это очень мало, полтора года. И в итоге два с половиной ехали, так что... Вы нас замечали на себе, как люди реагируют вообще, когда вы говорите там? Или что вы вообще говорили, когда вас спрашивали, откуда вы? Мы всегда говорили, привет, я из Канады, это моя жена. Ну, ты говорила. Из России, как бы, да. Из России. Но я, могу сказать, себя я никогда не чувствовала, касательно негатива, я никогда не чувствовала, что была хотя бы даже одна ситуация, где человек посмотрел на меня как-то косо из-за того, что у меня в кармане российский паспорт. Несмотря на его какие-то убеждения, взгляды, информацию, которую он владеет. Но была одна, одна ситуация с Джоном в России, когда, я помню, мы ехали с дальнобойщиком, и дальнобойщик очень долго рассказывал нам, вот смотрите, разбитые дороги, вот фабрики стоят, вот пустые поля, это все из-за этих американцев. И потом такой положил руку, по-моему, он положил себе руку на брючок, и говорит, как хорошо, что ты теперь не американец, что ты канадец. И это был, наверное, единственный раз, когда я подумала, что человеку реально важно. То есть я тогда подумала, интересно, что бы он сказал, что Джон был бы американцем, да? Вот мне поэтому интересно даже, как вот люди чаще всего реагируют на... Как реагируют? Как бы, да, но ты чувствуешь все равно какие-то взгляды там, или какое-то отношение? Мне кажется, я даже не сильно запомнил, ну так, типа многим вообще, как бы, мне, конечно, ощущалось иногда, что многие вообще не понимают, где Канада и что там. И бывало даже, что спрашивают, типа, Канада, Россия, они, типа, недалеко друг друга? Ну, как бы, в принципе... Ну, да, через первое проезд, но через этот недалеко и бойцов. У вас есть два канала на Ютьюбе, один на русском языке, называется Джон и Ева, один на канадском, так сказать, на английском, называется Канраш. Да. Да, кстати, подписывайтесь, там ребята рассказывают про путешествия, про свои всякие истории. А чем вы сейчас занимаетесь? Я преподаю в английском в интернете, мы развиваем свои Ютьюб-каналы и планируем дальнейшую жизнь. Как бы, после такого путешествия не хочется на какую-то обычную работу вернуться. И, ну, по-всякому, я что-то перевожу с русского на английский, зарабатываем, и, ну, хватает на жизнь даже немножко больше. И это приятно, когда ты понимаешь, что ты зарабатываешь чуть больше хотя бы, чем ты тратишь. Ага. И у нас грандиозные планы, и смотрим вперед. Ну, мы сейчас, кстати, собираемся в путешествии по Европе. Мне как раз вот, до сих пор у меня виза по 90 дней, и надо выехать из страны. Так что мы решили, ну, что, уезжаем, ну, может быть, сделаем небольшое путешествие из этого, и это полтора месяца мы будем на машине ездить по Европе. А тебе надо выехать и снова получать визу, да? Да, каждый раз. То есть нет такого, что там виза на 5 лет, но не более там 90 дней, да? Нет, только американцам. Ну, а, для американцам. Только американцам. Машины в целом тоже дешевле, если покупать машину, можете на Автору зайти. Многие гоняют в Москву за машинами, потому что в Москве очень много машин, и если надо продать срочно, то ты ставишь ниже рынка, и постепенно цена снижается. Ну, короче, у многих это бизнес такой. Они в Москве покупают дешево, перегоняют в регион, продают там на 100 тысяч дороже, и за счет этого живут. Вообще, Москва такой город, который все время на движухе, где все время что-то происходит, все время какая-то активность. Нету какой-то, знаете, такого застоя. Если ты захочешь активно проводить время, ты это с легкостью сможешь делать в любой день недели, в любое время. Вот, все время что-то будет работать. Даже в час ночи пробки? Да, да, бывают пробки в час ночи, то есть, понятно, что не везде, но какие-то там участки, где-то проезжал, там еще что-нибудь. Вот, ну, рестораны там в целом, я думаю, цены сильно варьируются от уровня ресторана. И в целом, опять же, разные есть рестораны, есть подешевле, есть подороже. Что еще раз сказать, дороги в Москве идеальные, но что не скажешь о городах других нашей страны. Но, опять же, в Белоруссии дороги хорошие, я знаю, там у вас несколько раз был. В Украине, сколько я ездил, трассы хорошие, а в городах есть дороги не очень, но, опять же, в целом тоже нормальные. В России гораздо больше плохих дорог, чем в Украине, по крайней мере, я так видел. В Казахстане не был, не знаю, ничего не могу сказать. Ну, и в других странах СНГ тоже особо не был. Почему мы продали машину? Потому что очень сложно с парковкой. Допустим, возле нашего дома очень много машин, но мало парковочных мест. И припарковаться вечером просто нереально. А днем ты вынужден ставить машину на парковку, где час стоит в среднем минимально, по-моему, 60 рублей, да, сейчас. А максимально 180 рублей за каждый час. И штрафуют моментально, то есть очень быстро работает система наказания, если ты не заплатил, либо если припарковался неправильно. Эвакуатор приезжает очень быстро, очень часто и отвозит. Потом ты попадаешь на десятку, если тебя эвакуатор увез. Соответственно, там штраф, плюс стоимость эвакуации, плюс там еще какие-то эти. Ну, короче, в среднем десятка выходит. Вот, вообще в Москве мыслят другими категориями, да, только что об этом подумал, сказал, что попадаешь на десятку, вот, а у кого-то в регионах это зарплата 10 тысяч рублей. Вот, но опять же, в Москве, как вы знаете, штрафы все намного дороже, чем в регионах. В принципе, там полиция забирает за права, за пьянку, мне кажется, меньше 50-60 тысяч рублей. Никто с тобой даже разговаривать не будет, но опять же, это зависит от того, какая у тебя машина. Если там дешевая, то попроще. Если какая-нибудь дорогая, то там цены наверняка еще выше будут. Ну, гаишники также как и везде берут взятки здесь. Но хочу сказать, что в Москве тысячу раз меньше останавливают гаишники на дорогах. То есть практически не останавливают, но очень-очень много камер. Камер прям очень много. И нам от работы до дома ехать, наверное, минут 15. По расстоянию это, наверное, километров 7-8. И камер, наверное, штук 12 там. Самое такое классное, где бы можно было жить и прям вообще и кайфовать. Я бы сказала Канаду, но я бы поставила Канаду на первое место. Не знаю, я жизнь, и вот Мексика точно где-то там, потому что вот реально люди все такие открытые, добрые и очень дешевые. Особенно если у тебя есть какой-то доход удаленный, то вообще офигенно. Или вообще вместо того, чтобы сесть в Европу там на неделю, можно в Мексику на два месяца, наверное, найти и сжать деньги. И очень круто жить, снимать дом с бассейном. Катя Джон, ты супер говоришь по-русски. Ева, ты так же говоришь по-английски? Не позоришь нас? Она очень хорошо говорит. Джон канадцев не позорит точно. У нас есть канал Канадцев, можно сказать, я на самом деле ужасно нервничаю, когда мы записываем на английском. Вот сейчас я говорю хуже, чем я говорю в жизни, но мне хватает, я все понимаю, увы. Круглосветка мне очень помогла в английском. Спасибо, что пригласили в гости. Очень круто, у вас понравилось. Возвращайтесь почаще в Россию. Приезжайте к нам в гости в следующий раз, как вернитесь в Россию. Спасибо. Хорошо потусить в Европе. Спасибо большое. Спасибо. Что еще, про что еще рассказать? Что вам еще интересно? Главная головная боль у жителей Москвы, квартирный вопрос. Ну, соответственно, да, когда ты снимаешь квартиру, что ты платишь? Первый и последний месяц аренды, это минимум, на что идет собственник. То есть, бывают больше, ну, то есть, хуже условия, но это минимум. То есть, первый и последний месяц аренды, или два месяца. И чаще всего ты еще платишь стоимость аренды риэлтору. То есть, при съеме квартиры тебе надо сразу заплатить за три месяца. Как я уже говорил, Яндекс.Драйв, каршеринг. Это не реклама, просто раз уж рассказываю про все. У них в основном три машины. И Арио, Икслайн, Каптур и вот Шкода Рапид первый раз. Едем на ней. Ну, удобная штука, реально удобная штука. Дешево, дешевле, чем такси. Практически чуть ли не по цене бензина ездишь. То есть, сколько мы едем? 43 километра мы проехали за час. Вон, 45 минут в пути, 225 рублей потратили. Ну, это же смешно. Такие цены даже для регионов будут очень даже хорошие, интересные. Поэтому смысла нет в машине, в личной, в собственной, в Москве. По крайней мере, если вы никуда не ездите, там, за город часто много, то вообще не надо. Мы посчитали просто, у нас машина, включая каска, сага, бензин, ТО, парковки, штрафы, выходила. Ну, то есть, что мы спокойно можем тратить 1000 рублей в день на такси. Плюс машина каждый год дешевеет. То есть, вы понимаете, что вы купили, грубо говоря, за миллион рублей. Через год она будет стоить 800, еще через год там 700, потом 600 и так далее. То есть, плюс эти деньги вы тоже теряете. Плюс, если она у вас в кредите, там, не знаю, еще где-то, то также вы платите за кредит лишние деньги. Там сумма, наверное, небольшая, но все равно, переплата есть. А каршеринг, ну, вот сейчас вот мы съездим, там, 250 рублей туда, ну, даже 300 рублей назад. Вообще, 500 рублей нам на день покататься, мы всю Москву объедем. Но ты преувеличил. Преуменьшил. Потому что преувеличил. А, да, преуменьшил. Ага, преувеличил, чтобы преуменьшил. Ну, я к тому, что сейчас, ну, мы, ну, потратим, ну, мы не так часто ездим так далеко. Чаще всего мы берем такси, там, 200-300 рублей до работы в одну сторону, и столько же обратно. И все. И не надо думать о парковке, не надо думать о штрафах, не надо думать, там, о пробках, потому что такси едет по выделенным полосам, получается, чаще всего даже быстрее. Сплошные плюсы. Вот. И мы решили отказаться от собственной машины. Пока было лето, были сложности, потому что там нас периодически кто-нибудь приглашал на дачу, там, кто-нибудь в гости, на шашлыки, еще что-нибудь. Много ездили. А сейчас осень, уже ничего такого не будет, зимой подавно. Поэтому будет еще проще. Да и то мы даже, если за город ездили, мы что, мы брали каршеринг, доезжали до крайней точки, где его можно оставить, брали такси, и все равно выходило там. У нас ни разу больше 1000 рублей, мне кажется, не вышло, да? Угу. Ну вот. Ну, это при том, что мы ездили куда-то там далеко, за город, там, еще что-то такое. То есть, в целом, вообще нормально. Вон, как и бензин стоит. Да, вот, Газпром, нефть. Про парковку расскажи. Можно доехать до места за 15? Ну да, а потом полчаса искать место. А, потом в итоге поставить, тебя еще эвакуируют, потому что неправильно поставил. Вот. И целый день на сморку. Да, и потом будешь ездить по этим всяким ГАИ. Сейчас же эта система так сделана удобно, чтобы ты потратил побольше времени, денег на все это. Вот, поэтому забили на собственную машину. Вдобавок хочу сказать, что я не перестал путешествовать, просто Африка высосала из меня все соки, и все мои следующие путешествия будут немножечко другими, скажем так, по эмоциям. Для вас они будут такими же. Просто я буду меньше с группами путешествовать, буду больше путешествовать один. Но путешествовать я буду продолжать. Просто сейчас еще параллельно буду снимать такие видео из своей жизни. Потому что я сейчас гораздо меньше буду находиться в путешествиях. И чтобы не забрасывать канал, все равно буду что-то снимать интересное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!